Андрей Шошин исполняет обязанности главного врача Ярославской ЦРБ всего несколько дней, но испытаний на его плечи уже свалилось много. В новеньком ФАПе поселка Красный Бор остро не хватает медиков, уверены местные жители. Я муж недавно обращался, приехал к началу приема, был 13-й в очереди уже. Я редко хожу в больницу, поэтому я один раз столкнулся. Ну если не считать того, что с детским то же самое было. По-взрослому то, что я ходил, один раз столкнулся с очередью. На двух терапевтов и двух педиатров приходится около 7 тысяч человек. Нагрузка большая, но в пределах нормы, говорит Андрей Шошин. Это если судить по бумагам. В действительности же к 7 тысячам можно смело прибавить еще столько же людей, не приписанных к амбулатории. Сверху не приписного, даже не могу сказать цифру, она растет в геометрической прогрессии. Пятая париклиника заняла такую позицию, что первичный осмотр доктора будет производиться именно по месту проживания. Они всем говорят, вызывайте доктора на дом. Сколько вызовов может быть у пятой париклиники, сколько у нас. У нас может это 50 спокойно дойти такими темпами. Но если врачи с такой нагрузкой еще справляются, хоть и бывает очень тяжело, особенно в период сезонного подъема заболеваемости, когда в день бывает по 30-40 вызовов, плюс прием в самой амбулатории, то регистратор Светлана Шипякова просто не успевает брать трубку. У меня работала сотрудник Наталья Владимировна, она работала много лет. И наверняка она ушла, да, я ее спрашивала, конечно, из-за загруженности. Часть нагрузки берут на себя медсестры и врачи. Они помогают заполнять больничные, да и телефон у них в кабинетах от звонков пациентов тоже разрывается. Проблему с регистратором пообещали решить в ближайшие дни. Однако пациенты тут же задают новый вопрос, когда появится прием узких специалистов. Просто сейчас ситуация напряженная по нему. Один у меня в отпуске, другой заболел. Сейчас, понимаете, только один в лесной поляне. Здесь будет невролог, но дня 4 в неделю она будет. С анализами все просто. У меня просто три лаборанта в лесной поляне. Здесь нет лаборатории, но лаборант сюда в поездной по вторникам приезжает. Сейчас он будет коронавирусной инфекцией. Как только она выздоровеет, она будет опять выезжать. Поселок Красный Бор и территория, обслуживаемая амбулаторией, сейчас активно застраиваются. Местные жители переживают, что через год или два им просто не смогут оказать даже неотложную помощь. Постараемся принять меры на упреждение. То есть посмотрим статистику. Если мы увидим, что статистика прироста населения очень быстрая и достаточно, соответственно, прямо сейчас уже нужно думать о том, что, условно говоря, с 2021-2022 года, иметь в виду, что вводит новые мощности, новые ставки. А чтобы этот процесс ускорить, людям, которые живут в поселке Красный Бор и рядом с ним, нужно приписаться к амбулатории. Павел Волков, День в событиях.